Остался один неразрешенный вопрос, что за коварный план был? Всем доброе утро! Всем привет! Мы еще у Леши, но сегодня уже поедем домой в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелес. В Лос-Анджелес. Я уже хочу тут остаться. Представляете, мы сегодня уезжаем, а мне кажется погода прям вот... Самое то, мы сейчас сидим на веранде и нам жарко, солнце светит прям очень классно. Прям хорошая погода делается, делается погода погода. Делается очень хорошая погода. Я, короче, еще не проснулась, вот и... И мы сейчас поедем до дому, нам ехать 4,5 часа. Просто надо выехать, пока не начались пробки кругом. Да, Пашка вчера упал. Бабка. Да, пока пробок нет, надо выехать, чтобы не стоять. О, прощайте, мои любимые ягоды. Шелковица, тютник, тутовник, тута, тютич, шелкова. Как еще тут называют? Как? Мойва. Мойва? Ребят, это все одно и то же. Да. Дуквник. На самом деле они очень вкусные. А еще мы спали на этом диване, и просто в 10 утра приходит их работник. Это же офис. И мы спим, и она такая, упс, пришла к Леше, и говорит, Леша, они говорят, все спят. Что делать? Загрузили вещи в машину, и уже прощаемся с Лешкой, увидимся с ним, наверное, через месяцок, может, полтора, когда приедет Анюта, и мы все вместе как затусуем тут. Еще очень много мест в Лос-Анджелесе, которые мы не видели, и хотим вам показать. И в Телефорне вообще. Да, и вообще, да. Да, кстати. Везде. Вот, и будем плакать. И сейчас ехать домой. Мы тут просто в пустыню в пекло в Лас-Вегас, но дела зовут. Да. Все. Лешка, пока, давай. Пока. И мы сейчас. А, смотри. Пошел вам прям. Мы уже едем 2,5 часа, и немножко подустали сидеть в машине, и сейчас остановились, покушаем салатиков каких-нибудь. Чуть-чуть разомнемся ногами. Салатик, салатик, салатик. Конечно, салат. Ладно, пойдем. Так, какой я буду салатик? Наверное, номер 10, либо 11. Там есть внутри салат какой-то считается. А вот мой салатик подоспел. Видите? С булочкой салатик. Да, просто салатик с булочкой у меня. А вот мой. Это взяла южно-западный. Всем приятного. Мы покушали, теперь довольны и едем дальше. Прошло полчаса и мы остановились на заправку, потому что следующие 180 миль для Лас-Вегаса бензин будет стоить 4 доллара за галлон. Это где-то 3,75 литров. И это очень дорого, потому что в Лас-Вегасе мы заправляемся за 2,50 доллара за галлон. А здесь за 2,75 и хоть у нас был практически полный бак, но чтобы на верочку нам хватило доехать, мы остановились заправиться. Ослики! Вот смотри, где пожар, кстати, был. А, да. Вот, как он счастливый, как он горелый. Автоделл на самом деле большой, оказался очень маленьким каким-то. И трава везде, как горелая. Реально. И в газ с этой стороны это еще идет. Да, но этого, мне кажется, не было. Мы как-то не видели, что было горело. Вообще видели маленькие, вот случайно. Да. Тут прям такой масштабный, на самом деле, раз 15 больше, чем я думал. А вот и солнечные батареи. Самые, вот, большие. В Америке. Солнечные электрические станции. Да. Там вот все черные поляны, это тоже все в батарее стоят. Да, кстати. Смотрите, но на камере тут не видно. Вот еще у нас очень грязное стекло. Ура! Мы приехали домой. Ну, как приехали, мы уже в Лос-Векасе. Нам осталось минут 20 ехать. Мы будем дома. Ребята, мы уже дома. Паша сразу побежал монтировать влог. Потому что его через пару часов выпускать. Я пошла готовить сейчас кушать. В общем, что-то так сильно устали. Нам лень куда-то ехать сегодня. Даже просто в кафе или за продуктами. У нас просто был пустой холодильник. И я решила приготовить вот такие вот булочки с курицей и сыром. Уже из готового теста. Это очень быстро. Сейчас будем кушать. Только достала из духовочки их. Наконец-то будем кушать. А то Пашка уже умирает от голода. Наступил следующий день. Ребят, всем привет еще раз. Всем привет. У нас наступил уже новый день. И мы решили соединить влоги за два дня в одно видео. Я не совсем уверен, легально ли это. Мне это кажется просто незаконно. Незаконно. Конечно. Мы вчера просто очень сильно устали после дороги. И ничего не снимали. Да, и поэтому мы решили объединить эти два влога в один. И залог успеха на весь день. Это, конечно же, вкусно и плотно покушать. Чем мы сейчас и займемся. Я перестарался. Вообще мы что-то так устали после нашего такого мини-путешествия, которое было, оно же и работой наполовину. Да? То фотка, то еще и надо было монтировать каждый день. А влоги такие очень насыщенные были. Поэтому мы что-то сегодня вообще такие... И вчера мы тоже такие были. Вот, сейчас будем кушать. Потом поедем на почту. Болмарт. Продукты. Да, у нас просто холодильник. Ну и вообще очень много дел накопилось за то время, что у нас не было. Надо их все делать срочно. Мне кажется, можно подвести итоги нашей поездки, как мы всегда делаем. И это было, как всегда, очень круто. Потому что столько эмоций, столько мы видели. И познакомились с классными ребятами. И были на YouTube студии, и были на свадьбе. И столько красивых вообще, обалденных мест видели. Прям очень круто. Эмоции зашкаливают. И обычно они вот здесь. А сейчас прям вон там где-то. Вы их не видите. Нам принесли супчики. Я заказала тебе вон тот, но его Пашка забрал. У меня вообще, в принципе, без разницы. Они все вкусные. Нам принесли второе блюдо. У Кати фахитос. До сих пор скорочит. Тут что у нас? Здесь лепешечка, сметана, помидорки, сыр. И я себе заказал бургер с авокадо. Всем приятного аппетита. Следующее место назначения это почта. Пока нас не было, Кате пришла какая-то посылка. И они оставили ее на почте, а не по дверью. Перед нами три человека, так что это недолго. Минут 15, не больше. Очень неожиданно, но это заняло у нас буквально две минуты от силы. И следующее место, куда мы едем, это Волмарт. У меня есть один очень коварный, хитрый план, который Кате не нравится. И она всячески и категорически против. Но я же не буду ее слушать. Кстати, часто спрашивают в комментариях, как мы познакомились с нашими друзьями. И вообще практически со всеми русскоговорящими мы познакомились через YouTube, через интернет. То есть они нас увидели, наши видео написали нам. И вот, все. Вот, друзья. Как-то все очень просто. Погода. Очень важная тема, ребят. В Лос-Анджелесе мы плакали, что нам очень холодно. Сейчас мы будем плакать, что нам нереально жарко. Мы просто выходим из машины и умираем. Да, это как нам сделан в лоб. Поэтому ты заходишь в супермаркет и прям чувствуешь там кондиционер. Мы уже приехали в супермаркет, потому что у нас пустой холодильник. Надо закупиться продуктами. Да, Кит? Верная информация, говорим. Сейчас сезон всяких персиков, слив, нектарин. Все так вкусно пахнет. Так как многим из вас нравится, когда мы показываем, что мы купили, сейчас покажу вам нашу корзину. Что у нас тут есть? Масло, хлеб, ветчина, нектарин, персик, молоко, курица, мороженое, фарш куриный, газированная водичка, 0 калорий, яйца, 2 малинки, сыр Филадельфия, помидоры, арбуз, салат, огурец и 2 сыра. Ничего, я быстрый. Ты заметила? Мне кажется, я профи. Эм, мы видим твой глаз. Так нет. Мы дома и остался один неразрешенный вопрос. Что за коварный план был? Мы заехали в Walmart и купили переходник. Сейчас покажу, зачем он мне нужен. Кто помнит, Дима мне отдал свой ненужный монитор, который он не использует. И я хочу его поставить на стол. И у меня будет 3 монитора. Ну, точнее, 2 монитора и 1 экран компьютера. И вот такой у меня будет рабочий стол. Сейчас попробую это сделать. Смотрите, как я его поставил. Катя ругается и говорит, что ей не нравится, как он торчит. Ну, вы только посмотрите, как это круто выглядит. Ребят, предлагаю Кате уговорить оставить так мониторы. Подумаешь, ее комп там где-то в уголочке стоит. Уговорил Кате оставить так на один денек, хотя бы так просто посижу, по-кайфую, потом уберу. Ну, на самом деле, у нее, в принципе, сильно-то и не нужен. Так, ради прикола-то, знаете, уж совсем прям супер-мега-крутой наоборот. 3, Моника. Ну, что, долго ты меня уговаривал? Ну, секунд 7. Уговорил! Можно оставить на... Окей. Не очень, да, так сидишь? Хочешь, я вот так раздвину, и мы сюда что-то общее поставим. Допустим, котят на заставку. Хочешь? Так у меня спер мою заставку. Очень похоже, кстати. Смотри, у нас просто 4 монитора, ты видишь? Мы прям вообще с тобой очень крутые. Ребят, за последнее время к нам в семью прибавилось очень много новых человек. У нас уже больше 420 тысяч. Всем огромнейшее спасибо за поддержку, за то, что ставите лайки, за то, что пишите нам комментарии. Нам очень мы... Да, всем большое спасибо. Их большущих спасибо. Ну и на самом деле мы уже будем с вами прощаться. Всем спасибо, что посмотрели этот ложек. Всем пока-пока. Пока-пока. Мы уже все... Загрузили... Загрузили вещи... Да? Да, да. Да. Загрузили вещи в машину и уже прощаемся с Лёшкой. Увидимся с ним. Сейчас все будет. Следующее место назначения, это, конечно же... Конечно. Кстати, очень много комментариев бывает у нас, пишут. Пишут. Бывает много, пишут 2, это немного. harmony. Нагеразия. Нагеразия. Пишут. Играет музыка. Увидимся. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...